У нас лучшие драконы! Конечно! Присылайте своих драконологов, мы им всё покажем, познакомимся с образцами, выберите тех, что понравятся, и мы вырастим, сколько закажете! Внимание, бездельники! К нам едет делегация из игры Genshin Impact! Будем им драконов продавать! Знаю, знаю, знаю! Чтобы драконов продать, их нужно сначала поймать! Но! Ловить драконов у нас нет времени, поэтому мы создадим своих, по образу и подобию! А наши друзья из Китая! Я уверен, даже разницы не заметят! Алло! Ну мы почти готовы, где там ваши специалисты! Ещё в мире Тейвад? Ха! Что-то они долго! Пешком идут, что ли? Да я в курсе, что у вас огромный открытый мир с семью уникальными регионами! Более 60 квадратных километров! Если мне память не изменяет! А вас там много? Более 60 миллионов игроков уже в Genshin Impact? Обалдеть! И более пятой части российской молодёжи тусит Тейвати! Ничего себе! И как вы там все умещаетесь? О! Кажется, это ваши приехали! Здрасте! Гости дорогие! С дорожки марш чайку покушаем! Отдохнуть, пошалить! Заодно и познакомимся поближе! Нет? Сразу к делу? Ладно, погнали! Начнём с Ямадону Ороти! Япония! Это не просто дракон! Это восьмиголовое чудовище! Каждая голова способна извергать пламя или яд! А иногда просто сверкнуть зловещим взглядом, от которого можно обделаться на месте! Высота Ороти около ста метров! Его тело растянуто на три километра! Он с лёгкостью перекрывает любые дороги, реки или может взять в фасадное кольцо небольшую деревушку! Точный вес Ороти никому неизвестен! Все лишь знают, что он чудовищно большой! Тело Ороти покрыто чешуёй чёрного и тёмно-зелёного цвета, который идеально сочетается со зловещими красными глазами! Ороти более трёх тысяч лет способен разрушить всё, что движется или просто думает о движении! Ээээ, друзья, вы не туда смотрите! Ороти не летает! Он скользит по земле, словно змей! Опа! Минуточка! Вы могли хотя бы с количеством голов не лажать! Почему их четыре вместо восьми? Уверен, у вас сейчас много вопросов, почему представленный дракон не соответствует описанию! Но не спешите делать выводы! Оказывается, это его транспортировочный режим! Специально для вас! Его держали на строгой диете последние тысячу лет! Надеюсь, вы высоко оцените нашу заботу о клиенте! Сами понимаете, транспортировать трёхкилометрового змея может ввелиться в копеечку! Будут лишние вопросы на границе и таможне! А так, привезёте его домой, дадите ему съесть пару деревень, а лучше городов, и он снова подрастёт! А сейчас, позвольте, я вам расскажу о его слабостях! По слухам и легендам, Ороти можно одолеть лишь одним методом! Напоить его любимым напитком, японским соке! Обязательно до потери сознания! После чего, ему можно будет отрубить все головы и разрубить его тело на части! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Зачем же сразу за меч? Я же сказал, у него транспортировочный режим! Молодой человек, ну-ка вернитесь в группе! Так, друзья, всё же давайте-ка немного напряжение сдали на дороге снимем! Систенки, проводите гостей, пожалуйста, в зону отдыха! Алё! Да, это я! Слушайте, кого вы к нам прислали? Чё-то не похоже они на драконологов! Новые герои? Ааа, ну вот чувствуются новенькие! Как звать-то их? Муалани, хороша в сёрфинге! Киныч, классный парень, двигающийся как Человек-паук! И Качина, эксперт по скалолазанию! Во! Вот этот парень прям вообще жёсткий тип у вас! Охотник? Аа, ну теперь всё ясно! Так, кажется, меня уже зовут! Прошу все колющие и режущие предметы не доставать! Киныч, тебя касается прежде всего! Всё, супер! Продолжаем! Кетцелькуатль! Воплощение красоты, ужаса и пернатого безумия от месоамериканской мифологии! Этот красавец не просто очередной ящер! Он пернатый змей, размахивающий своими яркими, переливающимися перьями, как гигантская экзотическая птичка на стероидах! Длина 20 метров, а разовых крыльев этого птенчика затмевает солнце! И несмотря на свои элегантные и, казалось бы, воздушные перья, этот дракон весит несколько тысяч тонн! Тело зверя покрыто чешуёй, зелёными, синими и золотыми оттенками, словно драгоценные камни! А его разноцветные перья ярче, чем любая праздничная гирлянда! И как вы уже поняли, этот дракон летает по воздуху! Уверен, этому есть объяснение! А, ну вот! Кетцелькуатль может принимать человеческий облик! В нём нужно возбудить дракона! Вау-вау-вау, Киннадж! Опять ты за своё! Так, погодь! Дай решить этот вопрос лучше дамам! Уверен, у них гораздо лучше получится! Ауч! Предлагаю оставить его пока! Возможно, в нём дракон сам вылупится! Пусть дреет! А пока переходим к следующему! Левиафан! Древнебиблейский морской монстр! Кошмар всех времён! Это не просто дракон! Это гигантская тварь, которой более 10 тысяч лет! Она способна вызвать цунами только потому, что ей захотелось немножко поплавать! Длина 200 метров! Вес не менее 20 тысяч тонн! Носит костюм из тёмной, ничем не пробиваемой чешуи, которая переливается зелёными или чёрными оттенками, как глубокие воды океана! Его глаза сияют огненно-красным светом, а вокруг него всегда витает мрак и морская пена! Левиафан! Это символ абсолютной власти всех морей и океанов! О, ну надо же! Похоже, вы подружитесь! Что с ним? Ну вот, подавился! Опасная у тебя рыбка! Костистая, видать! Ну всё, посмотрел и греби обратно! Поехали к следующему! Сматрят-сматрят! Правда, двух из трёх драконов уже сломали! У вас там все такие в Genshin Impact? Чем вы в игре вообще занимаетесь? Genshin Impact! Это приключенческая игра, в ней можно проходить множество сюжетных линий, бороться с врагами, разгадывать квесты, бегать, лазить по сканам, летать в небесах или просто наслаждаться пейзажами под оркестровую оригинальную музыку! Понятно! В общем, скучать вам не приходится! Так, дамы и господа, перед вами легенда русской мифологии! Змей Горыныч! Дракон, каждая голова которого паяльная лампа! Горыныч примерно 15 метров в высоту и 30 метров в длину! Размак крыльев около 40 метров! Весит примерно 8 тысяч тонн! Носит чешую всех оттенков зелёного! От болотного до изумрудного! Наделён кроваво-красными глазами! Он может летать, а может просто ползать по земле, разрушая всё на своём пути! Обожает всё поджигать, будто леса, деревни или просто случайные богатыри! И запомните, Змей Горыныч детям не игрушка! Ну ты посмотри на него, а! Опять он за меч схватился! Киныч, тебе лучше огнедушитель бы взять и костюмчик пожарного! Вот! Вкусил? Это исконно русский шар! Девчата! Кажется, сейчас из вашего китайского друга будет русский шашлык! Ну, что сказать? Хорошо горит! Так, всё! Последний на сегодня дракон! Фафнир! Скандинавия! Фафнир! Это дракон, который предпочитает не разрушать, а накапливать! Он методично летает по округе и собирает сокровища! Правда, большую часть своего времени этот чешуйчатый паранойик сидит на своих накоплениях и готов порвать любого, кто осмелится взглянуть на его драгоценности! 30 метров в длину, 10 метров в высоту и 5000 тонн концентрированной жадности! Фафнир ни на секунду не расстаётся со своим богатством, поэтому всё накопленное за века он носит с собой! Чёрно-золотая чешуя и горящий зелёным светом жадный взгляд! И если Фафнир смотрит на вас, можете быть уверены, он уже оценил вашу стоимость! Чё-то мне кажется, такая корова нужна самому! Простите, друзья, этот экземпляр уже в резерве! Давайте вернёмся ко второму варианту, возможно, он уже созрел! Погодите секунду, у меня есть идея! Слышь ты, образи недоделанный! Ты чё тупишь? Тебе чего надо вообще? Может, ты внимательно посмотришь? Вон на ту красавицу! Смотри! Высокая! Блондиночка! Фигурка! Всё при ней! Плавает на акуле! Прикинь! Ну! Ничего не просыпается в тебе! Тьфу на тебя! Да я о другом, дебил! Всё, ладно! Если дракон и есть в тебе, то он явно в коме! Алё! Все ваши ребята всех драконов осмотрели и оценили! Вы уже выбрали что-то? Кто лапшист? Да вы... Да вы в своём Денжин Энпак Драконов наверняка в глаза не видели! Нет, не слышал! В обновлении игры 5.0 появилась новая нация Натлан, где люди и драконы живут душа в душу, друг с другом! Ой! У вас ждут новые квесты архонтов, новые персонажи и огромное количество доработок и оптимизации игры! А ещё для вас я притащил вот этот подарочный код! Используйте его и получите приятные плюшки! Выгрелись несколько специальных бонусов! Бесплатный пятизвёздочный персонаж! Тысяча шестьсот камней истока! Десять переплетающихся суть! И многое другое! Новым путешественникам они точно пригодятся! Десять переплетающихся суть!